Добрый день, уважаемые жили, нас зовут Эм. Мы, по поварине Васильева Танна, ученики 7-го класса наамской густной гимназии Николая Семеновича Клопова, представляем вашему вниманию доклад на тему функционирования атеративной лекции в художественном тексте на примере произведений для детей русских и якутских представителей. Человек с рождением познает мир через звуки, зрение и запахи. Запах влияет на наше настроение и самочувствие. В последнее время многие науки обратили свое внимание на влияние света, света, запаха и на психу человека. Но Адаронимы только начинают завоевывать свое место в литературе ведения и языкознания. Актуальность темы заключается в следующем. Подприятие окружающего мира через запахи и выражение его величия является одной из составных языковой картины мира как отдельно взятого человека, так и всего народа. Цель работы – выявить особенности функционирования Адаронимы в произведениях русской и якутской литературы. Объект исследования – рассказы русских писателей Виктора Астафьева, Михаила Пришлина и рассказы для детей якутских писателей Николая Лугинова, Сорна Омаллана и Амма Аджигия. Предметом исследования являются Адаронимы, используемые в произведениях вашеназванных писателей. В качестве материала взяты произведения Михаила Пришлина, Виктора Астафьева из русской литературы Амма Аджигия, Николая Лугинова, Сорна Омаллана. Всего нами было рассмотрено 65 произведений. Цель характеристики лестико-семантического поля со значением запах в русском и якутском языках мы сделали выборки слов со значением запах из толкового словаря русского языка под редакцией Ожикова и краткого толкового словаря якутского языка под редакцией Афанасьева. При анализе выборки из рассказов якутских писателей нами выявлено следующее. Из изученных нами 49 произведений якутских писателей выявлено 16 единиц Адаронимов. Весь состав выявленной атеративной лексики мы разделили на три группы по их значению. Первая – запаховая характеристика окружающей природы. Вторая – запаховая характеристика окружающего быта. Третья – запаховая характеристика персонажа. Основная функциональная нагрузка, которую выполняют атеративы в выше указанных произведениях. Это функции. Первая – номинативная функция. Вторая – эстетическая для создания художественного образа. Третья – интерпретативная для более глубокого понимания текста произведения. Четвертая – отстычно-экспрессивная для выражения эмоционального отношения к героям и их поступкам. Таким образом, атеративная лексика и в русском якутском языке имеет сравнительное небольшое лексико-семантическое поле. В якутской литературе пример в использовании лексики со значением запах гораздо меньше, чем в русской литературе. Возможно, это связано с культурно-национальным восприятием картины. Описание запахов в произведениях якутской и русской литературы может быть и прямым, показывающим свойства данного предмета и метафорическим, для раскрытия образа героя, мотивации его поступков и так далее. Атеративная лексика, используемая в художественных произведениях, способствует раскрытию художественного образа, внутреннего состояния персонажа. Таким образом, использованные атеративные лексики в художественном тексте являются одним из художественных средств литературы, а также способствуют более полному восприятию окружающей действительности, расширяют кругозор и словарный запас читателя. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...